Поскользнулся, упал, очнулся гипс. Фразу из знаменитого советского кинофильма доктора Брещны слышат на протяжении всего года. Однако особую популярность она приобретает именно в зимний период. Но в отличие от гипса, героя киноленты, ваша гипсовая повязка вряд ли окажется настолько драгоценной, да и перелом будет самым настоящим. О том, как не стать жертвой ледово-снежной зимы, наша съемочная группа решила узнать у специалистов. Ушибы, вывихи, растяжение и переломы, к сожалению, далеко не самые редкие спутники зимы. Хотя врачи-специалисты отмечают, что в травматологических отделениях простоев не бывает. Летом тоже можно найти, чем и как себя травмировать. Но все-таки именно в холодную пору года скользкие опасности подстерегают буквально на каждом шагу. К счастью, большинство из нас элементарные правила безопасности знают и хочется верить, соблюдают в жизни. Конечно, быть внимательным, смотреть под ноги, смотреть, чтобы там не было льда, не бегать быстро. Потому что спешить тоже вот так вот поспешишь немножко и где-то чуть-чуть скользко, даже там не видно. Эта плитка бывает такая, чтобы быть внимательным в первую очередь. Ходить осторожнее, осмотрительнее, внимательнее быть. Ну, обувь, знаете, не каждый себе может позволить качественную обувь, которая подошла из резины и не будет скользить. Поэтому, ну, конечно же, принимайте кальций в осенний период, чтобы к зиме кальций отложился в костях, они были более прочными. Ну и, конечно, не болеть, есть побольше витаминов. Ну, обувь, только обувь такая какая-то, чтобы, конечно, было вот почищено все, что... А что еще иначе придумаешь? Что ж не будешь наждачную бумагу на сапоге клеить? Ну, а старикам у меня вот отец, он уже ему 80 лет, пусть палочка, и, конечно же, вдвоем надо ходить, обязательно поддерживать друг дружку. Вот. А девочку тоже вот только за руку ведем, чтобы я не упала. Безусловно, грамотно подобранная обувь, внимание на дороге и правильно выбранный маршрут значительно снижают шансы оказаться на приеме у травматолога. Однако порой лед успешно маскируется или прячется под слоем снега, и падения избежать трудно. Единственный совет, который можно дать в такой ситуации, как можно скорее обратиться к врачу, неправильное и несвоевременное лечение может вызвать серьезные последствия. Если запущены случаи, то иногда без оперативного лечения уже не обойтись, и тогда приходится вставлять какие-то металлические конструкции, стабилизировать извне, что, естественно, затягивает сроки лечения, и не всегда получается так, как можно было бы сделать, если бы они обратились в первое время. Особое внимание стоит уделить маленьким жителям Брещины. Мальчики и девочки порой выбирают не самые безопасные места для зимних игр. Следить за ними – обязанность взрослых, которые могут и должны предостеречь ребят от ледово-снежных опасностей. Недосмотр взрослых за детьми приводит к травмам. Поэтому в зимнее время количество детской травмы не очень велико, как многие думают, поскольку дети, как правило, организованы, находятся в школе, в детских садах. И травмы получаются в момент движения ребенка из школы или в школу, или в свободное от этого время. По недосмотру, опять же, еще раз повторюсь, взрослых, которые не всегда обеспечивают ребенку правильные условия для препровождения свободного времени. В среднем в травматологический пункт только Брестской областой детской больницы обращается от 30 до 50 маленьких пациентов в смену. Конечно, далеко не каждый из них получил зимнюю уличную травму, однако задуматься все-таки стоит. Ведь внимательность человека к собственной безопасности и здоровью – первая и самая главная гарантия того, что зимний лед не станет быстрым годком к больничной койке.